Много человек меня спросили вот о чем. Как вы думаете, есть ли какой-то практический смысл в проведении референдума? Возможно, Зеленский и его команда все-таки правы, нужно опросить народ, и к чему в конечном счете это может привести? Я выскажу вам свое мнение, слушайте других блогеров и делайте выводы, кто из нас прав, кто ближе к истине. У меня отношение к этому следующее. Первое, что очень важно понять. Русские уходить из Донбасса не собираются. Более того, им нельзя оттуда уходить. У них пропагандой создана такая атмосфера, что электорат Путина внутри страны его просто не поймет. Это будет фатальной ошибкой для этого режима, поэтому русские оттуда не уйдут. Они хотят, чтобы там прошли так называемые выборы, которые, естественно, будут проходить под контролем Москвы. И якобы выдвинувшихся оттуда депутатов, они в свою очередь сначала пройдут отбор в Кремле, посадить этих людей в Раду. Для того, чтобы мешать принятию определенных законов, для того, чтобы вообще баламутить воду, создавать состояние хаоса, любыми способами вредить государству Украины. Это их цель. Но, чтобы прийти к этому, необходимо, чтобы создалась ситуация или атмосфера, когда бы украинский президент сделал первые шаги для сближения с Россией. Россия не может как бы на весь мир объявить, да, мы виноваты, мы хотели бы пойти на мирные переговоры. Это исключено. Они, во-первых, великие, вы это все знаете. Во-вторых, они как бы ни при чем, их там нет. В-третьих, они вообще Украину не считают за государство, по-прежнему считают ее своей восставшей вочиной. А, соответственно, как бы главная страна не может пойти на уступки своей колонии. Поэтому состояние, когда бы русские сделали первые шаги, то есть то, о чем, говорю я, мог бы сделать здравомыслящий президент России, это исключено. Русские не пойдут на мирные переговоры с Украиной со своей инициативой. Поэтому единственный, кто может как бы разрулить ситуацию, должен быть украинский президент. И он должен прийти, грубо говоря, на поклон. От Порошенко это ожидать было невозможно. Во-первых, он сразу принял позицию, когда он назвал Россию агрессором. И везде в мире, беспрерывно, как вы знаете, показывал все эти простреленные украинские флаги, российские паспорта и так далее. То есть он не может в одночасье переменить свою точку зрения. То есть президент Порошенко это был тот, который готов был до конца воевать. Значит, нужно заменить президента на типа клоуна, который ну как бы не в адеквате и от которого все можно ожидать. Если такой человек сделает вид, что у него нет, дескать, никакой обиды, да пожалуйста, да мы не гордые и в таком духе, то тогда можно предположить, что с высоты своего положения русские снизойдут на разговоры с Украиной. И это еще в лучшем раскладе. А в худшем они могли бы вообще сделать вид, что вы тут ребята со своими инициативами, идите куда подальше. Мы в вашей гражданской войне не участвуем и никакого отношения к Донбассу не имеем. Но лично я думаю, что Путин хочет отвязаться от этого региона, и именно поэтому была сформирована вся эта операция по внедрению дурачка-президента в украинское пространство, для того, чтобы он именно это и довел до выгодного для России конца. Другой цели и другой задачи у Зеленского нет. И вы будете видеть, как либо в ближайшие месяцы, либо, если общественное мнение каким-то образом будет влиять на обстановку, это могут отложить на год, на два, неважно. Но за то время, которое Зеленский будет находиться на посту президента, он будет делать эти шаги на сближение с Россией. Естественно, если людям на референдуме поставят вопрос «Вы за войну или за мир?», ответ очевиден. Даже если человек подразумевает, что мир они хотят видеть только на выгодных Украине условиях, человек все равно поставит свой крестик «Я за мир». Поэтому подавляющее большинство на референдуме выберут так называемую «мирную дорогу», потому что невозможно себе представить, что люди выберут войну. Это ни в какой стране невозможно себе представить. Значит, итоги этого референдума предрешены. И вам покажут какую-то умопомрачительную цифру, 80% или еще больше, людей, которые хотят решения мирного решения вопроса. Ну и, конечно же, президент, как слуга народа, обязан выполнять волю народа. И поэтому он выступит какой-нибудь дурацкой речью, типа «Ребята, я, конечно, не на коленях, но я как-нибудь попытаюсь с Владимиром Владимировичем. Раз вы так сильно хотите, ну вы же хотите, понятное дело, то я должен исполнять ваши пожелания». Вот таким образом будет разрешен этот вопрос. Плюс Россия при этом выторгивает то, что им необходимо. То есть Украина, конечно, сама начнет восстановление этого региона. Плюс, как я уже говорил, депутаты в каком-то определенном числе будут находиться в составе Новой Рады. И такими путями русские на еще один шаг отвоюют свое влияние в Украине. Плюс еще один очень важный момент, о котором многие не задумываются. Европа смотрит на весь этот конфликт с чувством непонимания, недоумения, сочувствия до сих пор в сторону Украины, но все-таки постоянная идет борьба между интересами торговать с Россией и в то же время желанием помочь Украине. Если в этой обстановке украинский президент сам собственноручно пойдет на сближение с Россией, значит он подписывается, грубо говоря, под тем, что Россия не агрессор, что в Украине действительно гражданская война, конечно же. И поэтому все, что Украина говорила до этого, все это неправда, все это происки милитаризированного Порошенко, а на самом деле все можно по-соседски, по-братски, по-дружески разрулить. Вот если Европа увидит подобные шаги, то однозначно все и любые санкции с Россией будут сняты. А это и есть цель. Убедите Европу, что Украина, дескать, еще тогда, в 15-м году умом тронулась, а вот сейчас, наконец, в себя приходит. Ну вот посмотрите, люди за мир, президент готов признать свои ошибки. Вот я думаю, что именно подобным образом должна закончиться эта операция с Буратино. Вот и все. Референдум решит две самые главные задачи. Развяжет руки президенту для того, чтобы он мог пойти, вернее, поползти в сторону России. И второе покажет Евросоюзу, что время снимать санкции. Так что это более чем важно для Москвы, хотя в глазах украинцев референдум не имеет никакого значения. Если референдум будет, самое главное, ни в коем случае на него не ходить, чтобы явка была минимальной, чтобы даже если они нарисуют какие-то проценты, всем будет очевидно, что это вранье. Поэтому здравомыслящим людям, кто болеет за эту страну, я советую уже сейчас говорить своим знакомым, близким коллегам о том, какой смысл заложен в референдуме и желательно подготовиться к тому, чтобы во время проведения этого референдума вы лично, ваши коллеги, друзья и семья в этом российском спектакле не участвовали. На стуле.